Девушки отдыхают Наш город уже тогда был важным транспортным узлом, который очень интересовал врага. Появлялись разведчики, за ними бомбардировщики. Да что говорить, гауптвахта подразделения находилась в воронке из-под разорвавшейся немецкой бомбы. Обязанностью Анны Володиной стало охранять небо над Череповцом. Мы дежурили с одной женщиной. У нас сейчас умерла. Это я живуча. С одной женщиной был, стоял, вот окопан, немножко окопан, бинокулярный искатель. Вот мы на этом бинокулярном искателе и по переменке дежурили. Из женщин. Звод управления. Вот это такое назывался. Вот мы и докладывали им. А они на пушки. День и ночь мы сидели. День и ночь караулили. А ночью-то как разглядеть? Ведь небо-то черное. А вот разглядывает он. Этот, да. Так шум мотора, если приближается, шум мотора, так и тот слыхать ведь, слава моя. Вот мост тут берегли ведь мы. Мост тут железнодорожный. А его бы могли разбомбить. Виды самолетов Анна Володина научилась различать по гулу двигателя. Бомбили немцы много. Только ни один снаряд в цель так и не попал. С земли тут же начинали палить зенитки, а на перехват в небо взмывали советские истребители. Побросав бомбы, куда попало, немецкие самолеты спешили убраться в Освояси. Зенитку, которая сейчас установлена на Красноармейской площади, Анна Петровна называет своей. Не в том смысле, что орудие именно то, с каким воевала она. Точно такое же. Сейчас зенитка стоит на ровном постамете. А во время войны рядом с каждым был вырыт погреб, где хранились снаряды. Это уж когда снаряды кончились в погребе, так нас заставляли. Так тяжесть такая. Восемь-то килограмм. Вот тут восемь, да, под мышкой, да тут восемь. Это сам снаряд... С патронником их снарядов. Не ведь... Это ты заряжаешь пушку, а патроннику тут вальваться. Так упасть можно, не дойдешь ведь никуда. Вот я вот это сказала, тут снаряд, да тут снаряд. А че страдают-то? Стреляют. Ну и что? Стреляют, да убьют, да только и есть. Немного и плакал, чтобы у меня было. Много и плакал, никого, не вказано. Анна Петровна за войну успела повоевать не только в Череповце. Прошла всю страну. Закончила войну в Польше. А самолеты едут и едут, едут и едут. Немецкие-то. Мы столько, там, в Польше, столько заключенных освободили, что я наглядела всякость ядок это не передать. Это концлагеря были? А в Польше-то? А как же? Анна Петровна не признается, сколько ей лет. Только машет руками. То, что было во время войны, до сих пор помнит во всех подробностях. В доме как будто остановилось время. Старые часы, советских времен деревянные счеты, черно-белые фотографии. Зенитчица Анна Володина сама напоминает памятник, как и установленное на Красноармейской площади зенитное орудие. Защитникам Череповца, которые не дали расстрелять город. Пошел солдат в широком поле. На перекрестке двух дурок Нашел солдат в широком поле. Травой заросший букурок. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте. мойполк.ру Субтитры создавал DimaTorzok